Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом. Россияне не могут или не хотят осваивать дистанционные банковские сервисы, прогнозы валютного рынка на предстоящую неделю. Эффект отступления России в ВТО неравномерно распределится по отраслям и регионам. Кризис – лучшее время для заработка. Банкир.ру проводит онлайн-конференцию, посвященную перспективным идеям современного банкинга. А теперь подробнее об этих и других темах. Фондовые торги пятницы завершились ростом российского рынка акций. По итогам торгов индекс РТС поднялся до уровня 1335,92 пункта. Индекс МВБ вырос до отметки 1376 пунктов. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, финарти.ру и покредит.ру. 123сервис.ру – кратчайший путь к привлечению потенциальных клиентов в таких сферах, как кредиты, недвижимость, страховки, ремонты и другие направления. Звоните по телефону, указанному на сайте 123сервис.ру. Обеспечьте себя новыми клиентами уже сегодня. 123сервис – ваш ключ к успеху. Россияне не могут или не хотят осваивать дистанционные банковские сервисы. Доля частных пользователей высотехнологичных услуг банков за последние 10 лет выросла всего до 2%. Такие данные приводит Наталья Логвинова в своей колонке, опубликованной на портале банкир.ру. Впрочем, свои проблемы есть и у той немногочисленной группы, что все-таки пользуются дистанционными банковскими обслуживаниями. Средства со счетов крадут миллионами, а банки далеко не всегда могут их вернуть. Правоохранительные органы тоже не рвутся расследовать такие преступления. Эксперты считают, что в органах сейчас хронически не хватает грамотных борцов с киберпреступниками. А преступлений, наоборот, за прошедший год стало в два раза больше. Полностью колонку Натальи Логвиновой читайте на портале банкир.ру. Здравствуйте, с вами компания Макси Форекс. У нас в студии главный аналитик компании Владимир Севашов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Накануне новой недели все внимание инвесторов, работающих на валютном рынке, приковано к проходящим сегодня выборам в Греции. Победа леврадикальной коалиции может привести к отмене новыми властями ранее заключенных соглашений с ЕС и МВФ о сокращении дефицитов бюджета. А это повлечет за собой прекращение финансовой помощи, дефолт агрессии по ее обязательствам и выход страны из состава зоны евро. Поэтому главным определяющим фактором движения валют на следующей неделе станут результаты этих выборов. Что касается технической картине по данной паре, евро продолжает восходящую коррекцию перед новым циклом нисходящего движения своего курса. Коррекция еще не завершена, в связи с чем в нашем прогнозе на предстоящую неделю предполагаем краткосрочный откат пары от предыдущего подъема в ценовую зону 1.2590-1.2545, а далее ожидаем возобновления подъема и дальнейшее формирование восходящей коррекции единой европейской валюты. Целевые уровни подъема пары в этой коррекции 1.2664, 1.27, 1.2774, 1.2823 и возможно 1.2874. От этих последних уровней ожидаем новое снижение единой валюты. Первоначальная цель нисходящего движения пары на среднесрочный период – уровень предыдущего локального минимума 1.2435 и далее ниже в направлении 1.2288. Стоит отметить, что восходящая коррекция пары может быть завершена досрочно, в случае если в результате выборов в Греции к власти придет партия леврадикалов. Тогда ожидаем разворот пары на снижение к вышеназванным уровням уже от текущей цены при открытии недельной торговли. Большое спасибо, Владимир. Более подробную информацию о движении валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Совершенно разные оценки перспектив вступления России в ВТО проанализировал колумнист банкир.ру Владислав Лейбов. Одни эксперты предсказывают увеличение ВВП России более чем на 3% ежегодно в первые 3 года после вхождения в ВТО, с последующим ростом положительного эффекта до 11% в течение следующих 10 лет. Другие предрекают российской промышленности и сельскому хозяйству невиданный спад, а само вступление в ВТО называют не иначе, как новой колонизацией страны. В одном экспертные мнения сходятся. Эффект от вхождения во всемирную торговую организацию неравномерно распределиться по отраслям и регионам. К отраслям, которые пострадают раньше и сильнее других, обычно относят производители сельхозтехники, грузовых автомобилей, лекарств, риса, свинины и молочных продуктов. Полностью колонку Владислава Лейбова читайте на портале банкир.ру. Кризис. Лучшее время для заработка. Именно так определяет специфику современного валютного рынка Сергей Токарев в статье о банковском Форексе. Если самим валютам приходится не сладко, то валютным торговцам можно только позавидовать. Ежегодный прирост рынка Форекс оценивается примерно в 5-10%. И Россия здесь не исключение. Несмотря на отсутствие регулирования и правовую незащищенность, клиентская база отечественных дилеров растет как на дрожжах. Но 99% инвесторов с улицей не добиваются успеха в торговле валютой. Основная причина этого – финансовая неграмотность населения России, которую часто используют недобросовестные дилинговые центры. Поэтому большинство клиентов заканчивают отношения с Форекс сразу после того, как закончится внесенный ими депозит. А вот более требовательный банковский Форекс, напротив, может оказаться выгоднее за счет близости банков к рынку, а значит лучших цен и реальной, а не заявленной ликвидности. Полностью статью Сергея Токарева читайте на портале Банкир.ру. 20 июня Банкир.ру совместно с журналами БДМ Банки и Деловой мир, банковское обозрение порталами ТАЦентр.ру, 123кредит.ру и финарти.ру и при участии Ассоциации региональных банков России проводят онлайн-конференцию «Банкинг на перепутье», посвященную новым локомотивам развития банковской деятельности. Какие продукты и услуги банков окажутся более востребованными? Каково место современного банкинга в российских экономике и социуме? На эти вопросы ответят президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков, главный редактор журнала БДМ Банки и Деловой мир Людмила Коваленко и другие. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, финарти.ру и покредит.ру. Сюжеты Банкир ТВ вы можете увидеть также на сайтах береки.ру, 123сервис.ру, финарти.ру, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании Кредитный и финансовый консультант и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова